За здоровый образ жизни. С таким говорящим названием с 10 июня на Брещене впервые стартовала межведомственная областная акция, которую можно назвать своеобразной преамбулой к 10-й международной выставке ярмарки «Содействие здоровому образу жизни». Акции ярмарки здоровья, дни открытой информации и круглые столы. На протяжении двух месяцев на территории Брестской области сотрудники санитарно-эпидемиологической службы совместно с другими ведомствами будут вести масштабную пропаганду здорового образа жизни. В ее рамках обязательное посещение детских оздоровительных лагерей. Акция включает целый комплекс информационных мероприятий, консультативных, спортивного характера мероприятия. И, конечно, среди всех этих мероприятий особое внимание обращено на детей и подростков, которые находятся сегодня в оздоровительных лагерях. И поэтому сегодня мы приехали в составе такого своеобразного передвижного центра здорового образа жизни «Воздоровительный лагерь Салют». Какой вред могут причинить наркотики, какие вещества содержатся в алкогольных напитках, сколько ежегодно умирает людей от бича 21 века табакокурения. На многие вопросы викторины дети буквально хором выкрикивали ответы, периодически поднимая сразу обе руки, чтобы высказать свое предположение. Судя по заинтересованной реакции со стороны ребят, которая проявлялась явно, организаторам удалось донести до детей, что здоровье – это самое главное. Кстати, некоторые из них открыли для себя новые факты. Сегодня я узнал о вреде курения, алкоголя, наркотиков, что это очень вредно и убивает много людей. Что сегодня ты узнал из беседы? Что нельзя употреблять наркотики, потому что, когда человек употребляет первую дозу, то ему хочется еще и еще. И что нельзя употреблять алкогольные напитки, нельзя употреблять сигареты. Потому что это может привести к чему? Это может привести, если сигареты, то легкие засорятся, и может быть рак легких. Много чего нового из вопросов викторины, то, что я не знала, что там в теле человека, организм, витамины, все так разное. А еще что? Не знаю. Что нужно вести? Какой образ жизни? Здоровый. Просмотр видеороликов, опрос на тему, как вы относитесь к здоровому образу жизни, психологические тренинги и конкурс рисунков. Насыщенная программа передвижного центра здоровья не дала заскучать ни одному ребенку. А творческое соревнование на лучший плакат дети воспринялись с особым восторгом и попытались в самых ярких красках изобразить свое отношение к укреплению здоровья. Сегодня я хотела нарисовать на рисунке, что объяснить тем, кто будет потом смотреть на этот рисунок в дальнейшем, то, что здоровый образ жизни нужно вести обязательно. Все время надо чистить зубы, беречь природу, не курить. Нельзя употреблять алкоголь, так как в нем содержатся токсичные вещества. Больше заниматься спортом. В планах у сотрудников санитарно-эпидемиологической службы посетить 21 лагерь. Салют стал первым, в котором передвижной центр здоровья провел областную акцию. Определенный символизм оздоровительному ликбезу придало еще одно событие. Символично он совпал с Международным Олимпийским днем. Поэтому в нашей программе много аспектов, связанных с движением Олимпийским, посвящены мероприятиям сегодняшнего дня. В рамках акции «За здоровый образ жизни» по маршрутам пригородных сообщений «Брест-Лунинец» и «Брест-Барановичи» будет организован поезд здоровья, в котором примут участие волонтерские бригады из числа специалистов областных учреждений здравоохранения. Акция закончится 10 сентября, накануне 10-й международной выставки ярмарки «Содействие здоровому образу жизни».